Разберем ложь Путина в этом интервью, что он такого наговорил, как Такер Карлсон добился интервью с Путиным и добивался ли он, почему приезд Карлсона в Москву так рьяно освещали российские пропагандисты буквально каждый его шаг и пели ему хвалебные оды. Дмитрий Колизев, главный редактор Репаблик, поможет нам во всем этом разобраться. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Вы наверняка смотрели это двухчасовое шоу, это интервью. Давайте разберем некоторые тезисы, которые Путин пытался продвигать. Ничего нового мы с вами вряд ли услышали, но тем не менее. Начнем с этого псевдоисторического экскурса, который длился 25 минут в начале интервью. Даже этот Такер Карлсон в какой-то момент терял нити, которые вел Путин. Зачем Путину вот эти исторические эпосы? Ну, он давно демонстрирует, что он считает, что таким образом он подтверждает права России на украинские земли с его точки зрения. И на это, кстати, Карлсон несколько раз намекал в интервью. Не спрашивал прямо, но намекал Путину. Путин считает, что вот если когда-то какие-то территории входили в состав той или иной страны, то, дескать, это и в настоящее время дает ей какие-то исторические права на эти территории. На что Карлсон, будучи даже весьма лояльным Путину интервьюером, как бы недоумевал. То есть, что сейчас любая страна может пойти и предъявить какие-то претензии на те земли, которые когда-то принадлежали, тогда нам придется всю карту мира бесконечно перекраивать. На это у Путина как бы нет вопроса, нет ответа, извините. И в целом, как хорошо известно, его вот эти исторические экскурсы, они достаточно однобокики и они предлагают те факты, те интерпретации, тот нарратив, который удобен чисто Путину. То есть, на каких-то вещах там можно его прямо где-то иногда поймать, историки ловят на каких-то фактах. Но в целом, главная подмена, главная манипуляция здесь заключается в том, что просто какие-то факты неудобные Путиным замалчиваются, какие-то процессы как бы оставляются за кадром, а какие-то подчеркиваются, наоборот, на них акцентируется внимание так, чтобы представить, что Украина там не субъектна, что она появилась как проект советского государства исключительно, что украинского народа как такового не существует и так далее. В общем, и российской, и украинской аудитории эти все тезисы хорошо известны. Путин уже несколько лет, больше чем два года уже их распространяет и устно, и в видеоинтервью, и в своих статьях. Но для американской аудитории, видимо, это должно быть чем-то новым. Особенно для такой американской аудитории, которая ориентирована на Такера Карлсона, которая смотрит его. То есть люди более консервативных взглядов, которые, может быть, там не очень вникают в какие-то тонкости политических взаимоотношений в Европе и тем более в России и в Украине. Но вот для них Путин как бы пытается им открыть глаза на то, что происходит. Слушайте, Дмитрий, я не знаю, вы видели или нет, но там твиттер уже разрывается от мемов после вот этого замечательного в кавычках интервью. Там выражение лица Такера Карлсона очень часто фигурирует, которое всячески показывает, что этот человек, судя по всему, совсем не понимает, о чем идет речь. Особенно тогда, когда Путин предается этим историческим, по его мнению, экскурсам. Там, значит, и нога Путина, с которой он не может совладать, она живет какой-то своей отдельной жизнью. Ну, представляется, что когда записываются такие интервью, во-первых, в этом помещении, кроме журналиста и Путина, псевдожурналиста и Путина, сидит еще огромное количество людей из обслуги путинской, какие-то пиарщики. Ну вот неужели они, они же очевидно и отсматривали это интервью и перед этим там согласовывали вопросы? Неужели они не понимают, насколько это выглядит как бред сумасшедшего? Потому что просто как пример, в одной части интервью Путин говорит о том, что Украину создал Ленин, а в другой части, по его мнению, ее уже создал Сталин. Ну, там много ошибок, и то, что в первую очередь обратили внимание, это его слова про отца Владимира Зеленского, который якобы участвовал во Второй мировой войне, хотя он родился в 1947 году, но тут очевидно, что Путин перепутал отца и деда Владимира Зеленского. Ну, слушайте, там сидит большое количество пиарщиков, помощников, охранников, переводчиков, и в этом вы, конечно, правы. Ну, есть начальник, начальник что-то говорит, не будет же кто-то его там поправлять или вырезать. Приехал американский журналист, и даже при том, что это журналист в целом лояльный и не настроенный критически, ну, вряд ли здесь Кремль может какие-то части из его интервью вырезать. Хотя вот в стенограмме, которую они разместили на сайте Кремля, например, некоторые реплики Такера Карлсона, где он недоумевает, какое отношение все эти исторические отсылки имеют к сегодняшнему моменту, вот эти вещи там вырезаны. То есть для российской аудитории как бы американский журналист слушает российского президента, затаив дыхание, и ни разу его не прерывает. Он, в общем, действительно его не особо прерывал, но такие с легким налетом иронии, реплики, там все-таки звучали. Как вы думаете, были согласованы вопросы до того, как они записывали это интервью? Обсуждались ли, присылал ли этот Карлсон на поверку администрации Путина? Я допускаю, что не присылались, но в целом это вопросы... Путин достаточно легко отвечает на любые вопросы. Вот нет какого-то такого вопроса, который бы поставил его в тупик. Это человек, который хорошо поднаторел в лжи, манипуляциях, в различных передергиваниях, в свискожении правды. Поэтому, в принципе, для него не составляет труда ответить на любой вопрос. Я думаю, он не нуждается в согласовании. Тем более в беседе с таким собеседником, который, судя по всему, не очень глубоко погружен в тему. То есть по вопросам Карлсона понятно, что, наверное, какие-то моменты взаимоотношений России и США он, может быть, более или менее представляет. Но в целом это журналист, который больше рассказывает про американские темы, про американскую политическую жизнь. И там видно по вопросам, что это его волнует в первую очередь. Он не готов до Путина ловить на каких-то моментах про историю Украины или про то, что происходит сегодня в войне. Но он даже какие-то, на самом деле, банальные вещи не спрашивает. То есть там не было ничего про преступления, которые совершала российская армия в Украине, про Бучу, про Мариуполь он ничего не спросил. И когда Путин предъявляет претензии в этом интервью Соединенным Штатам, что те, дескать, пытаются защитить свою мировую гегемонию, развязывая войны и вооруженные конфликты. Но здесь кажется логичным вопрос. Подождите, а вы не тем же самым занимаетесь? Вы не развязываете войны и международные конфликты прямо сейчас? Причем в колоссальном масштабе. Самая большая война со времен окончания Второй мировой. Но как бы Карлсон этого не спрашивает. Поэтому я думаю, что здесь вопросы, может быть, и не согласовывались, но изначально было понимание, что журналист едет, что называется, без камня за пазухой. То есть с такой беседой, которая, в общем, будет Путину комфортно и удобно. Так и получилось. Продолжим разбирать то, что наляпал Путин в этом интервью. Причем чисто из антропологического интереса. Он сказал в том числе о том, что мы пока не достигли своих целей так называемой специальной военной операции. Потому что одна из них деноцификация. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию и практику стараются сохранить. Слушайте, ну два года уже почти идет полномасштабное вторжение России в Украину. И видится, что за эти два года Путин сам не очень понял, что означает вот само это слово деноцификация. И он ляпает языком, не понимая, о чем он говорит. Это касается не только этой деноцификации, заявленной как цели так называемой СВО. Это вот там и о трансгендерах, и о туалетах общих для мужчин и женщин в Европе. Еще какие-то бредовые наблюдения Путина, которые он проговаривает. Так, зачем? Ну есть же какие-то вещи, в которых он разбирается немножечко лучше. Ну, во-первых, есть какие-то вещи, которые вызывают у него лично явно эмоциональную реакцию. Те же гендерно-нейтральные туалеты явно как-то вот его зацепили. Почему-то это ему запало в душу. Кроме того, Путин знает, что в Соединенных Штатах тоже существует большое количество людей, которые, скажем так, не очень довольны тем, как меняются ценности и взгляды на современную жизнь. Это то, что называется обычно повесткой демократической партии США. Вопросы гендера, вопросы отношения к ЛГБТ плюс людям и так далее. Путин знает, что в Америке есть консерваторы, которым тоже все это не нравится. И он обращается как бы к ним через океан, говорит, смотрите, по ту сторону океана тоже есть человек, который считает, что это ненормально, и мы с вами можем как-то договариваться, и у нас есть какой-то общий язык. Что касается деноцификации, вот вы знаете, в этом интервью он как раз достаточно четко, по-моему, сказал, что он конкретно под этим подразумевает. Это ведь действительно загадка. То ли он подразумевал раньше изменение политического режима в Украине, то ли он подразумевал, что нужно поменять Зеленского на более удобного ему президента. В этот раз он сказал, что под деноцификацией он подразумевает законодательный запрет прославления определенных исторических фигур, имея в виду Бандеру и Шухевича, насколько я понимаю. Вот, поэтому вот он четко сказал, что этого он считает достаточным для того, чтобы деноцификация Украины произошла. Ну, это может быть лукавством, это может быть, конечно, неправдой. Он вообще в этом интервью старается предстать таким миролюбивым человеком. Он много раз повторяет, что мы готовы к переговорам, что это Зеленский запретил переговоры, что американцы, давайте договариваться, мы готовы и с украинцами договариваться, и с Америкой договариваться. Нужно уже садиться за стол переговоров и о чем-то договориться. О чем? Понятно. Зафиксировать конфликт в нынешнем состоянии, забрать у Украины ее законные территории и заморозить войну на какое-то время, чтобы Россия получила передышку и потом могла продолжить начатое. Еще он сказал о раздувании ядерной угрозы российской на Западе, что, мол, это все фарс, это все неправда, никакой угрозы нет, Россия не собирается ни на кого нападать, ни на Польшу, ни на Латвию, ни на какую другую страну НАТО. Но тут тоже в контексте того, что весь мир сейчас буквально говорит о том, что российская реальная угроза есть, разные издания предлагают разные сценарии, разные политики Европейского Союза, например, говорят о датах 6, 10, 20 лет. То есть мир реально видит потенциальную российскую угрозу, если, например, Украина уступит России в этой войне. А тут ли Путин говорит, что нет, мы ни на кого... Кажется нам с Сергеем, что эта история уже была два года назад. Ну, да, смотрите, тут два момента. Во-первых, Путин действительно в этом интервью сказал, что ядерную угрозу со стороны России якобы раскачивают западные медиа, там, западная общественность и так далее. Хотя каждый раз это происходит с подачи каких-то российских спикеров или российских пропагандистов. Если вы посмотрите Владимира Соловьева, он чуть ли не каждый день обещает нанести ядерный удар по Парижу, Вашингтону, Брюсселе, Лондону и так далее. То есть эта ядерная угроза, она раздувается, конечно, в первую очередь Россией. Дмитрием Медведевым, например, да и самим Владимиром Путиным, который периодически делает соответствующие намеки. Но что в этом интервью Путин пытается донести? Он пытается, еще раз говорю, сказать, давайте садиться и договариваться. И если вы сейчас, мы с вами сейчас о чем-то договоримся, в будущем мы не будем представлять для вас угрозы. Мы не собираемся нападать на Польшу или страны Балтии, мы не собираемся идти куда-то дальше. Нет, нас, в общем-то, устраивает то, чего мы достигли сейчас. Лукавство, это правда, это, ну, скорее всего, конечно, это неправда. Зная, как бы, историю Владимира Путина, мы, скорее, склонны считать, что это ложь и попытка выйти на переговоры в той ситуации, когда для него это удобно. Но, в общем, его, этот месседж в интервью, он вполне логичен. То есть он говорит, давайте договариваться, у нас миролюбивое настроение, мы дальше ни на кого не собираемся нападать. И это не будет умиротворением Гитлера, как накануне Первой мировой войны. Ой, извините, накануне Второй мировой войны. Да, это действительно долгосрочный мир какой-то. Поговорим еще вот о чем. Смена руководства вооруженных сил Украины. Валерий Залужный ушел в отставку. Главнокомандующий теперь Александр Сырский. Как об этом говорили кремлевские пропагандисты, как комментировали? Я посмотрел, это интересно. Есть несколько аспектов, на которые хочу остановиться. Во-первых, мне понравилось, что Залужный сразу стал, его стали хвалить российские пропагандисты. То есть раньше это постоянно был какой-то генерал Неумеха, который никак не может правильно воевать и так далее. А сейчас, когда его Зеленский отправил в отставку, о нем заговорили, как вот все-таки был талантливый военачальник в Украине, и того Зеленский, дескать, отправил в отставку. Примерно такой нарратив. Это во-первых. Во-вторых, ну это в первую очередь подается как политический конфликт Владимира Зеленского и Валерия Залужного, чем, наверное, это и является. Но российская пропаганда делает на этом такой особый акцент, намекая, что как бы Украина едва ли не на грани военного переворота. Или другой нарратив, то, что она абсолютно не субъектна, и это все какие-то игры американцев, которые вот сейчас убрали Залужного, вот они его отодвинули, они сейчас его поддержат, а потом поменяют Зеленского на Залужного или что-то такое. Ну, в общем, как бы украинский народ не решает, а все решают какие-то американские элиты. Ну и что касается Сырского, то то, что пока больше всего звучат два тезиса. Во-первых, то, что, дескать, это генерал неудачливый, ему припоминают Бахмут, ему припоминают Дебальцева, и якобы он там хуже Залужного и воевать будет хуже, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вспоминают то, что он уроженец российской территории, РСФСР, и вот пока еще не видел этого в пропаганде активно, но уже в телеграм-каналах мелькают, напоминают то, что у Сырского якобы, я не знаю, правда это или нет, есть родственники в России, даже его родители вроде бы живут в России, и они там, мама поддерживает Путина, брат, в общем, какой-то неблагополучный. Я думаю, что этих родственников обязательно скоро вытащат на свет Божий и будут показывать, существуют они или не существуют, не знаю, но кто-то, наверное, найдется. Да, а не разгоняет пропаганда то, что Сырский руководил операцией освобождения Киевской области и Харьковской области? Нет, на этом российская пропаганда, естественно, никаких акцентов не делает. Она делает акценты на его неудачах, ну и преподносит как то, что, в общем, украинская армия в тяжелой ситуации, и вот, скорее всего, дальше будет еще хуже, потому что, мол, талантливого заложенного сменили на кого-то менее талантливого. Дмитрий, спасибо вам большое. Дмитрий Колизев, главный редактор «Репаблик», обсудили интервью Путина с Карлсоном. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова